Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные б.у. и новые запчасти. А в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. В начале 2000-х годов автомобили Hyundai могли конкурировать только с поношенными немцами и японцами. Они были дешевыми, но неизвестными рабочими лошадками. Автомобили Hyundai оперативно занимали все ниши, поэтому кроссоверы не заставили себя долго ждать. У нас на канале уже есть обзор Santa Fe первого поколения. Итак, встречаем Santa Fe номер два! Во втором поколении Santa Fe получился смелее, чем предшественник. Дизайн изменился до неузнаваемости, тем более что фирменных черт у Hyundai тогда особо не было. Длина увеличилась на 17 см и появились редкие 7-местные версии. В общем, за приемлемую стоимость компания Hyundai предложила много автомобиля. Это типичный кроссовер, то есть платформа типично кроссоверовская. Никакой рамы здесь нет и нет жестко подключаемого полного привода. Кузовной металл неплохо защищен от коррозии. Если ржавчина появляется из-под краски, то это верный признак эксплуатации этих автомобилей в соленые зимы. Если коррозия не видна снаружи, то стоит уделить внимание нижним краям и кромкам дверей. А именно, надо уделить внимание завальцованному шву. Также коррозии могут огорчить кромки задних дверей. Влага и реагенты нередко поражают задние крылья, причем те участки, за которые крепится задний бампер. А в колесных арках трухлявая коррозия образуется в районе технологических отверстий. При больших пробегах может появиться проблема, которая связана с тем, что система вентиляции разучится регулировать температуру подаваемого воздуха с одной стороны, либо будет слышен скрип пластиковый в недрах центральной панели. Все это связано с подклиниванием сервопривода заслонок вентиляции, либо же с износом потенциометра датчика их положения. В общем, придется поменять один из двух приводов, каждый стоит по 35 долларов. Младший бензиновый двигатель Hyundai Santa Fe второго поколения – это спорная четверка объемом 2,4 литра. Отметим сразу, что этот двигатель появился только после рестайлинга. Этот мотор является очень спорным. Именно с него началась история проворота вкладышей. Мотор G4KE выходил из строя до пробега 100 тысяч километров. Но любопытно не это, что добрая половина этих моторов прошла 300 тысяч километров и ломаться не собираются. Кстати, есть много советов, что для долгой службы этого мотора нужно маловязкое масло 5W20 либо же 0W20. Есть версия, что двигатель G4KE проворачивает вкладыши из-за заклинивания редукционного клапана маслонасоса и с этим борются радикально. То есть удаляют блок балансирных валов, в который встроен маслонасос и меняют его на маслонасос от 2-литрового двигателя G4KD. Но чтобы сделать такую операцию, надо поменять примерно полтора десятка деталей – от шестерни коленвала, цепи ГРМ и цепи маслонасоса до поддона и разнообразных болтов и сальников. В общем, но такая операция стоит все равно раз в пять дешевле, чем ремонт двигателя. Кстати, насос штатный у двигателя G4KE ущербный. Давление создают косозубые шестерни, которые соединяют оба балансирных вала. С 2012 года этот двигатель получил так называемые «золотые вкладыши». Этот оттенок, их покрытие очень плохо противостоит износу даже при нормальном давлении масла. В общем, все непросто с 2,4-литровой «четверкой» G4KE. Вообще, надо мониторить давление масла либо периодически, либо постоянно. Чтобы постоянно, надо установить в салон манометр. Давление масла на холостых оборотах должно быть более 2 бар. А при 3000 оборотах давление должно уходить в отсечку до 6 бар и выше. Если фактическое давление меньше, то решайте вопрос, пока этот двигатель не провернул шатунные вкладыши. Бензиновый двигатель объемом 2,7 считается самым надежным под капотом Санта-Фе второго поколения. И поэтому ему прощают его прожорливость. У этого двигателя есть вихревые заслонки. Они металлические и прикручены винтами к общей оси. Так вот, эти винты имеют свойство откручиваться и вместе с заслонками они улетают в цилиндры, нанося урон двигателю. Поэтому это приводит к замене клапанов, поршней и даже двигателя в целом. Однако, перед финальным открытием будет слышен металлический шорох и цоканье. Это одна или несколько заслонок скребут о впускной коллектор. В этом случае надо сразу же снять впускной коллектор, вывинтить винты и завинтить их заново, используя фиксатор резьбы. Эту процедуру рекомендуется повторять каждые 80 тысяч километров. В основном с этим двигателем происходят обычные мелочи. Подтекание масла по сальникам, загрязнение дроссельной заслонки, проблемы с клапаном адсорбера, небольшие проблемы по части системы ВКГ и с тем же приводом заслонок. Кстати, в этом двигателе в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов. Ремень ГРМ надо менять каждые 120 тысяч километров либо раз в 8 лет. Замена зубчатого ремня требует кропотливости. Ну, а в целом этот мотор при нормальном обслуживании пройдет полмиллиона километров. Очень редко встречаются Santa Fe с двигателями объемом 3.3 и 3.5. Эти машины завозились из США. Помимо большого расхода топлива, эти двигатели не радуют расходом масла и непродолжительным ресурсом цепей ГРМ. Если автомобиль ездит на газе, то есть переоборудован, то надо следить за тепловыми зазорами клапанов, так как гидрокомпенсаторов в их приводе нет. Дизельные двигатели в основном представлены моторами объемом 2.2 литра. Это практически идентичные моторы, отличаются только поколением системы Common Rail. Рестайлинговый на 197 сил едет очень весело и экономичен, но его топливный насос TNVD Bosch CP4 может настругать стружку, если ездить на резерве топлива. То есть, при малейшем завоздушивании системы этот насос запускает систему саморазрушения. А если вышли из строя пьезофорсунки, то придется либо покупать новые, либо же искать хороший вариант на разборках. Обязательно позвоните в AutoStrong. А вот дорестайлинговый двигатель более лоялен. Его насос Bosch CP3 очень живучий, а форсунки ремонтопригодные. У обоих моторов демпферный шкив коленвала требует внимания, так как может неожиданно порваться по резиновому демпферу. Оригинальный такой шкив стоит 100 долларов. Еще эти дизельные двигатели страдают от масляного голодания, которое происходит из-за засорения маслозаборника вкраплениями сажа. Очень много таких фрагментов, похожих на подгоревшее масло, закупоривает сетку. Очень быстро такая неприятная примесь появляется в масле, если прогорают огнеупорные шайбы под форсунками. Из-за проблем с давлением масла преждевременно изнашивается турбокомпрессор, появляется выработка на распредвалах, также доходит до сухого трения поршней с задирами в цилиндрах. Ну или дело может закончиться банальным проворотом вкладышей. Короче, стоит раз в 3-4 замены масла снимать поддон и проверять на чистоту сетку маслозаборника, а также надо периодически измерять давление масла. То рестайлинга на Hyundai Santa Fe устанавливали четырехступенчатый автомат с двигателем объемом 2,7. Все остальные двигатели ездили в паре с 5-ти ступенчатой АКПП. Все эти трансмиссии имеют японское происхождение и разработаны инженерами компании Mitsubishi. Они весьма надежные. И есть случаи, когда без капремонта эти трансмиссии проезжали полмиллиона километров. Но это возможно при бережной эксплуатации и замене АТФ каждые 60 тысяч километров. Кстати, фильтр можно поменять при снятии поддона. Кстати, эти АКПП устроены довольно просто, и некоторые владельцы сами их перебирают. Обычно достаточно заменить изношенные фрикционы, а гидроблок не изнашивается. После рестайлинга Santa Fe второго поколения перешли на шестиступенчатый автомат, который тоже радует надежностью. Однако до его фильтра невозможно добраться, не разобрав АКПП. Трансмиссионную жидкость там надо менять тоже каждый 60 тысяч километров. В общем, в этой трансмиссии при наличии у Santa Fe полного привода есть одно слабое место, о котором нужно знать и знать о методах профилактики, чтобы защититься от вероятных проблем. Скоро о нем мы подробно расскажем. А у нас объявление. На склад в городе Минске требуются сотрудники. Вы знаете, как устроен автомобиль и хотите применить свои навыки на практике? Добро пожаловать на работу в отличную компанию «АвтоСтронг» в городе Минске на нашем огромном шестиярусном складе. Если вам это интересно, контакт я оставил в описании. Ну а теперь минутка рекламы. В «АвтоСтронг» вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. В трансмиссии Hyundai Santa Fe, у рестайлинговых Santa Fe второго поколения, есть одно слабое место, которое дает о себе знать при пробеге в 100 тысяч километров. Дело в том, что к трансмиссии справа прикручен угловой редуктор, то есть раздатка. Так вот, шлицевое соединение валов коробки передач углового редуктора и правого привода, который проходит сквозь раздатку, с конвейера не имеют смазки. Вдобавок сальники, которые уплотняют это соединение, сделаны плохо и не защищают даже от конденсата, который скапливается между корпусами трансмиссии и углового редуктора. В общем, давным-давно все заканчивалось тем, что проржавевшие шлицы в один момент обламывались. И когда стало понятно, что такая проблема случается на каждой полноприводной Santa Fe, владельцы начали снимать раздатки, менять сальники, а также наполнять консистентной смазкой шлицы со стороны трансмиссии. О том, что шлицы изношены, говорит, сильный люфт карданного вала. В этом случае надо снять раздатку и поменять входной вал, так как, скорее всего, сильно изношенные шлицы именно на нем. Этот вал стоит 170 долларов. Ну а если изношенные шлицы на выходе из корпуса дифференциала, то тогда придется, помимо работы, отдать еще 140 долларов. Кстати, совсем не лишним будет заменить масло в угловом редукторе и заднем редукторе на все уйдет 1 литр масла вязкостью 75 V90. Дорестайлинговым машинам коррозия шлицов не грозит, так как они смазываются маслом из трансмиссии. А на рестайлинговых машинах шлицы ничем не смазываются, пока этого не сделают владельцы либо же сервисмены. Если Santa Fe оснащена полным приводом, то спереди в корпусе заднего редуктора находится мокрая многодисковая муфта, которая состоит из стальных и фрикционных дисков, которые сжимаются под воздействием магнитного поля. То есть здесь вот спереди, со стороны карданного вала стоит электромагнит. Эти муфты на дорестайлинговых машинах и на рестайлинговых немного отличаются, но они взаимозаменяемые, и производителем их является компания BorgWarner. Эти муфты слабенькие, они перегреваются при агрессивной езде по бездорожью, фрикционы сгорают. Бывает так, что муфта может просто заклинить. В этой муфте крохотный объем масла, 150 грамм специального масла, в которое попадают продукты износа фрикционного слоя. В общем, владельцы узнают, что задний привод не подключается, когда он очень нужен. Кроме износа, при пробеге в 150 тысяч километров масло из муфты может вытечь наружу, в сторону карданного вала, а также в задний редуктор. Эти муфты надо обслуживать. Для начала при пробеге в 100 тысяч километров разобрать муфту и как минимум поменять масло. Оригинальное масло за литр стоит 200 долларов, но есть более дешевый заменитель от Mobil. Главное, чтобы масло было синтетическим. Никакая минералка сюда не подойдет. При замене масла придется заменить фланец, передний подшипник и сальник. Они продаются в ремкомплекте стоимость 50 долларов. А вообще, если при разборе муфты выяснится, что она сильно изношена, то тогда в специализированных мастерских ее можно поменять на восстановленную, потому что новая муфта стоит аж 1700 долларов и более. Вообще, это реально больное место на Santa Fe второго поколения. Поэтому при покупке автомобиля и эксплуатации надо уделять этому внимание. Нередко люфт и вибрации появляются в правой полуоси, которая соединяется через промежуточный вал. Промежуточный вал, в свою очередь, опирается на подшипник. Его пришлось поменять на многих Santa Fe. В ходе этой операции на снятом промежуточном вале могут быть обнаружены изношенные шлицы на соединении со шрусом. Причем в этом соединении будет люфт. В общем, мало кто из владельцев хочет отдавать 400 долларов за промежуточный вал и правый привод. Умельцы убирают люфт следующим образом. Просверливают в промежуточном вале со стороны трипода отверстия и нарезают резьбу под калёный болт М10. Соответственно, делают отверстие под этот болт в чашке корпуса трипода, подкладывают шайбу под болт и соединяют оба вала. Карданный вал не обслуживаемый и, в принципе, служит неплохо. Гораздо хуже с пытками по бездорожью справляется муфта подключения задней оси. Ни крестовины, ни подвесной подшипник по оригиналу не продаются, но всё это есть от заменителей. Передняя подвеска Hyundai Santa Fe радует своей ремонтопригодностью. Все компоненты передних рычагов продаются и меняются отдельно. Оригинальные шаровые 25 долларов, сайлентблоки по 7 долларов входят примерно по 100 тысяч километров. Подшипники амортизационных стоек сходят столько же, продаются примерно по 25 долларов. И тяги стабилизатора по 15 долларов. Ступичные подшипники у Santa Fe второго поколения идут вместе со ступицами. У полноприводных версий все ступичные подшипники в круг одинаковые стоят по 500 долларов, но есть заменители, которые в четыре раза дешевле. У моноприводных Santa Fe задней ступичные подшипники намного дешевле — по 150 долларов. Задние колеса подвешены на четырёх рычагах. Сайлентблоки каждого из них продаются отдельно. Цена от 10 до 30 долларов. Когда Santa Fe вышла в продажу, корейцы не давали огромной гарантии. Но, похоже, этот кроссовер способен не ломаться сотни тысяч километров. По сути, у полноприводных машин надо раз в пару лет смазать шлицы между дифференциалом и раздаткой. И надо следить за здоровьем 2,4-литрового мотора. Ну а в остальном этот корейский кроссовер не ломается по-дорогому. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала — это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».